Новогодние праздники – одни из самых любимых выходных в нашей стране. Это повод не только провести вечер дома, в уюте с семьей, но и посетить традиционные городские мероприятия. Ежегодно в детской школе искусств номер два проходят святочные посиделки, посвященные празднованию Рождества. Дети знакомятся с историей и значением православных традиций, слушают легенды и участвуют в их постановке. Готовимся мы не за неделю, не за две недели. Мы готовимся с начала учебного года, постепенно подходим к этому празднику, очень серьезно подходим, потому что традиция, сохранение, там очень много таких тонкостей, которые мы должны донести до современного человека, чтобы он понимал значение этого праздника. Святочная неделя – длинный новогодний праздник. На Руси в это время гадали, проводили обряды, играли. Учащиеся и преподаватели отделения «Музыкальный фольклор» «Дэши номер два», следуя исконно русским традициям, исполняли калятки. Радуйся, радуйся, землянцы, Божий мне родился, Охаруй во святых, то Мария Тима, радуйся, радуйся, землянцы. В концертном зале царила особая атмосфера. На сцене главным элементом декорации была елка – символ Рождества. Ребята выступали в народных костюмах, в платках и сумкой для сладостей. Дополнением к образу стала рождественская звезда, возвышающаяся на посохе. Калятки были о том, чтобы поздравить людей с Рождеством, чтобы пожелать им здоровья, счастья, чтобы все у них было хорошо. Зрители вовсе не скучали на концерте. Ребята вместе с родителями активно участвовали в программе святочных посиделок, танцевали и подпевали. Ведущая праздника Ирина Оськина для взрослых проводила гадания, а для ребят помладше – игры и загадки. Завершением праздника стали мастерские Деда Мороза. Ульяна Скородумова, Евгений Шикрев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.